У меня сегодня первый день на курсах, вот, и уже был тест, и уже идёт занятие, сейчас уже вторая пауза, вот, конечно, шла больше волновалась, чем по факту сейчас, реально прикольно, классно, не знаю, конечно, как кому, но мне пока заходит, сейчас в эту аудиторию покажу. В общем, я в предвкушении, сейчас поеду книжку покупать, потому что я не знала, в принципе, никто не знал, кто новенький, сегодня 4 человека новеньких пришло и добавилось в текущий модуль, вот, так что поеду ещё книги покупать, книги я люблю покупать, короче, добавлю это сюда тоже. Так, в общем, я приехала на Вансбек, и вот, сейчас буду искать книжку, которую нужно купить, так что, если вдруг кому-то нужно купить книгу для курсов интеграционных, кто, и вы живёте в районе Вансбека, или вам ближе к Вансбеку, как мне, то здесь, как бы, выбор огромен. Это мечта каждого, кто изучает язык, попасть, конечно, и выбирать, это просто же фантастика. Здравствуйте, я нужна эта книжка. Это поездок? Да. Это поездок? Да. Да, кишинка. Интересно, да? Что у него выловили и правда. Война повреждает новый спрос. Поэтому вот тут выделили целый стеллаж. Красный голод. Как они так быстро? Война еще не закончилась. А книги уже пошли. Да уж, новая география остается прямо сейчас. А это как-то здесь случайно, я так понимаю, затерялось. Хорошая вещь. Сразу для деток. Какая цена, не знаю. А нет, вот цена. 20 евро. 17.50, либо в Австрии 17.50, а в Германии 20 евро. Хорошая книга. Так, на полочках сразу затерялись бутылочки. Можно книжку купить и бутылочку. А здесь книжку купить и масло авокадо. Прикольно так. Здоровски разместили. Блокноты. Чаечки, кофе. Как здорово сделано так все в одном месте. Игры развивающие. И чайчик, и кофе можно взять и масло авокадо. И пазлы, и книжки, чтобы учиться. Давно собиралась записать это видео по поводу своих интеграционных курсов. Значит, я пошла на курсы Caritas. Обзванила до этого массу курсов. Список этих курсов я получила в Гамбург Welcome Center. Значит, вне зависимости от того, какой доход у моей семьи, государство мне оплачивает эти курсы. Курсы, на секундочку, стоят 4000 евро. Но, если ты оплачиваешь их себе сам, то ты оплачиваешь их помодульно. То есть, каждый модуль заплатил, выучил, сдал тест. Вот. Значит, предыдущее видео или последующее, я не знаю пока, куда я их вставлю, это то, как я пошла первый день до курса, как я переживала, волновалась. Мне казалось, что я вообще ничего не знаю. Маленький прыжок назад. Это то, что 12 лет назад я закончила университет романной германской филологии в Одессе. Моим профилирующим предметом был английский язык и литература, но был второй язык немецкий. По определенным обстоятельствам, где-то с моей стороны, но сейчас, будучи уже взрослым человеком, я не перекладываю ответственность в себя, естественно. Но я считаю, что не бывает, будучи сама учителем, я могу сказать так, не бывает плохих учеников, бывают учителя, которые с этими учениками у них не получаются. Но весь базис, который грамматически я имею, это я все имею благодаря своей преподавательнице Ирину Валерьевну Никифоренко. Я не знаю, кто-то меня посмотрит, но я обязана сказать ей спасибо, потому что это человек, который вложил в меня весь этот базис, весь этот грунт, который сейчас, при просто наборе вокабуляра, этот базис начинает работать. Так что, Ирина Валерьевна, вам просто громаднейшее спасибо. Вы педагог с большой буквы. Значит, в общем, я пришла в головной, скажем так, офис этих курсов Caritas, и мне сразу дали тест. Нужно было показать, какой у тебя уровень. Значит, я этот тест сдала на третий модуль. То есть мне не нужно было с первого приходить, я пришла на третий. Ну, честно говоря, я пришла на третий. Мне здесь, ну, не сказать, что особо интересно. В плане грамматики мне здесь особо делать нечего, но в плане лексики, ситуации, потому что, допустим, ну, те, кто учат языки, тебя знают, грамматика идет в паре с лексическими темами. Вот, допустим, то, что касается обучения в автошколе, вот у нас тема, да, или получения прав, мне это очень интересно, и, как бы, я приобретаю лексику. Вот, значит, первое впечатление от моего первого дня. Я туда пришла. Вообще, в общем, очень сильно боялась, но я посмотрела, что, как бы, все нормально, все хорошо, я могу говорить. И в самый первый день нам дают тест на прошедшие моды. Вот сказать, что я прифигела, ничего не сказать. Парадоксально, но я написала этот тест из группы на самый высокий балл, но для себя, как бы, я понимаю, что этого недостаточно. Что мне изначально не понравилось, это то, что учитель объясняет на турецком тем людям, которые сидят в группе, он им объясняет, чтобы они поняли на их родном языке. Мне это не понравилось, потому что меня предупредили, сказали, что обучение будет исключительно на немецком происходить. То есть я, понимая английский, не имею права претендовать на то, чтобы мне кто-то объяснял на английском. Мне изначально это очень сильно не понравилось. Но потом я поняла, что учитель просто выкладывается на все сто. Спустя несколько дней я поняла, что учитель выкладывается на все сто, и он пытается донести информацию каждому. Потому что люди в группе разнокалиберные, прям очень. По знаниям, по восприятию информации, по обучению, по многим аспектам люди очень разные. И для того, чтобы максимально донести, потому что он объясняет немецким лингвистическим языком, для того, чтобы максимально донести, он переходит на турецкий. Но я стала пользоваться моментом, и то, что мне непонятно, я у него переспрашиваю на английском. Он так вот, ну как-то более или менее, но понимает. В общем, в принципе, я курсами более чем довольна. Мне очень нравится. Я хожу четыре дня в неделю. С понедельника по четверг, пятница выходной. Это, в принципе, более чем достаточно. У нас одна пауза, переменка. Четыре часа для Ц-курса с 9.30 утра до 13.30 дня. И нам вот учитель дает одну переменку. Значит, что я должна сказать и отметить то, что учитель пытается быть учителем, а не надзирателем. Знаете, вот как мы привыкли, что вот я учитель, я лучше всех знаю, и все, как бы, и это безусловно. Нет, здесь это не так. И это мне действительно очень нравится. Он пытается со всеми максимально найти контакт. Максимально со всеми прочувствовать каждого ученика. Понял, не понял. Он ходит, заглядывает каждому в глаза. Понял или не понял. Он пытается показать языком жестов. Буквально все. Ну, в общем, короче, он действительно хороший учитель. Все, что я могу сказать. Вот, поэтому не так страшен волк, как его молюют. Если вдруг вы переживаете, что это все суперсложно, не надо думать об этом. Как только вы туда попадаете, у вас, ну, если вы, конечно, хотите учиться, у вас просто все раскладывается так по полочкам, по полочкам, по полочкам. Вот, поэтому все можно преодолеть, если захотеть. Вот, поэтому всем удачи в обучении и не бойтесь ничего. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...